Продолжение следует... 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 Или вот, например, Масленица перед постом или после поста. То есть вот действительно можно там упиться, вот, условно говоря. Не просто упиться, там на Масленицу очень, ну, там написано ярко укупрена, да, и на Масленицу люди не просто упивали, они уедались и даже помирали. Да, 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 от переедания там бренов, вот всё. Вот это вот крайности, вот они, конечно, тоже были, нельзя их отрицать. Ну, видимо, это, может быть, вот издержки, тоже те же самые наши писатели отмечали, что, конечно, это, видимо, издержки недостатка культуры. Просто, да, потому что, опять же, вот если мы берём, допустим, горожан, в селе, в городе, там вот тоже разные отношения вообще к употреблению спиртного. И в городе, ну, гораздо более цивилизованный, скажем так, порядок. Хотя вот те, кто, допустим, на работу устраивался, вот на заводы приезжали из деревень. Ну, первое впечатление тоже, вот как-то приходит там выходной день, вот надо расслабиться и тоже вот они там напиваются. Даже устраивают эти кулачные бои там стенка на стенку, такие сельские пережитки. Но, в целом, вот профессиональные рабочие, уже там, допустим, второе-третье поколение, они, конечно, считали, что нужно себя вести культурно, а отнюдь не вот так вот дико, как это, может быть, бывало. Да, так вот, и второе последствие, кстати, введения сухого закона этого, это самогон. Самогонки пошли в очень большом количестве. И сахар, и пошла спекуляция, то есть вот такой совершенно неожиданный получился поворот в тылу, в тыловой жизни. Так что, ну, вот это тоже, видимо, такой штрих интересный. Вот так интересно, как же вот не подсказать, понятное дело, что нужно же было, ну, тогда такого института не было изучения общественного мнения и последствий, потому что это все первый раз делалось, и главное, во имя, во имя победы, да, и на этом можно было продержаться, там, сколько-то, потому что, как вы совершенно справедливо заметили, война быстрая, победоносная, вот доходим, добираем, там, выпиваем сейчас на трезвую, так сказать, поживем, повоюем, отдадимся полностью, вот, и получилось ровным счетом наоборот. Ну, да, отчасти так. Значит, спекуляция, затяжная война, как вы отметили, наркотические препараты применялись, вот, ну, и как следствие, так сказать, дух, естественно, военный, в общем, в принципе, я так понимаю, уже какое-то брожение. Начинает снижаться, особенно это вот в 17-м году проявилось. Кстати, вот одна из причин, почему ввели ВЧК, чрезвычайную комиссию-то, да, это вот считается, что только, там, красный террор, борьба с эксплуататорами и прочее. Но одна из задач была, вот, в декабре 17-го года, это, как ни странно, может быть, покажется, борьба с пьяными погромами, потому что уже в 17-м году, вот, этот сухой закон начал нарушаться сплошь и рядом, никто уже его не соблюдал, и после, вот, восстания Октябрьского, в частности, там и анархисты, и все вот эти вот бандитские просто элементы, они в эти склады, вот, в том числе, склады Зимнего дворца, где были вина, там, очень известные, специально их заморозили, там, законсервировали, вот, тоже, вследствие сухого закона до победы. Ну, вот это все вскрылось, вот это все, значит, буквально в смысле слова чуть ли не на улице они выливали это спиртное, там, даже вот есть свидетельства, что чуть ли там какие-то ярые поклонники вообще чуть ли не из лужи пили, вот этой вот спиртной, разлившейся, даже до этого дела доходило. И, конечно, это вызвало рост преступности, и нужно было с этим бороться, и вот, как я уже сказал, одна из причин как раз введения ВЧК, это борьба вот с подобного рода эксцессами, пьяными погромами. Или в какое-то хотя бы состояние, в какой-то метод Буршока. А тогда давайте возвратимся к военным действиям. Значит, мы сейчас находимся в 2014 году, вот, а что параллельно вместе с введением вот этого, значит, сухого закона, что из себя представляли военные действия, амбудирование, армейские передвижения, значит, климатические условия, и кто определял стратегию введения войны, и вот все контакты вот эти. Хорошо. Очень такой вот действительно развернутый подход у нас получается. Сейчас вот, смотрите, начинается война, и первая вот операция такая для нас, в какой-то степени важная, наверное, хотя тоже по этому поводу разные мнения существуют, это Восточно-Прусская. Это вторжение наших войск, наступление наших войск в Восточную Пруссию, с целью, прежде всего, это, ну, как объявлялось официально, помочь французам, помочь французским союзникам, которые в этот момент ведут тяжелые бои, немцы наступают на Париж, это пограничное сражение, французы сдержать немцев не могут, потому что очень большое превосходство сил у них вот на Западном фронте. Дальше будет потом еще битва на Марне, вот, и нужно, нужно союзникам помочь. Вот это как бы такое официальное объяснение того, что мы начинаем наступать на Восточную Пруссию с целью оттянуть на себя вот этот вот пресс, который давит на французов немецкий. В общем, это получается. Но вторая задача, которую тоже ни в коем случае нельзя забывать, стратегическая, необходимая и для нас, и об этом вот тоже мы говорили уже в прошлой передаче, просто еще раз напомню, наступать на Берлин, к чему призывали вот многие генералы, и, в общем, и Генштаб тоже наш был не против. Наступать на Берлин по линии стратегической Познань-Берлин, вот, как на карте, вот, если посмотреть, она там достаточно такая очевидная, эта линия наступлений, очень короткая. Но в тылу будет Восточная Пруссия, в тылу будет нависать вот этот Восточно-Прусский балкон, который при наступлении на Берлин просто-напросто оттуда будет удар в тыл, по наступающим русским войскам. И если навстречу встречный удар, собственно, это и планировали наши противники, встречный удар будет нанесен со стороны Галиции австро-венгерскими войсками, то может получиться большой котел, и вместо наступления на Берлин будет просто вот провал. Поэтому Восточная Прусская операция, она с этой точки зрения тоже была оправдана, необходима. И вот, собственно, ее ход, он, ну, поначалу не вызывал вообще сомнений в том, что будет победа, потому что, опять же, вот, стратегический был план, две армии, имеющие численное превосходство, это тоже важный момент над немцами, вот, немецкими войсками. Две армии, вы имеете в виду французскую и русскую? Наши, наши, русские. Первая и вторая армии, значит, первая армия, это генерал Ренненкампф, вторая армия генерал Самсонов. И наступают они с целью тоже вот строить такой котел Восточной Пруссии тем войскам немецким, которые там находятся. Ренненкампф наступает, теоретически у него, как бы, главная линия движения это Кёнигсберг. Самсонов отрезает, подрезает вот так вот пути отступления немцев за Вислу. В общем, стратегически вроде бы правильно все запланировано. Главная проблема это отсутствие должной координации между вот этими двумя армиями. Хотя, опять же, вот я подчеркну, первые были боевые действия, достаточно успешные. Вот, и, допустим, если вот так вот посмотреть, армия Ренненкампфа, ну, в первом же сражении действительно наносит поражение немецким войскам. Генерал фон Притвиц, он уже думает, что надо действительно отступать за Вислу. И только личные указания из Берлина, самого Кайзера о том, что нет, ни в коем случае нельзя отступать, надо держаться. И подводят подкрепление, собственно, перебрасывают, вот как раз та самая цель, о которой вначале мы говорили, помочь французам, перебрасывают подкрепление в Восточную Пруссию Западного фронта. Вот. Снимая эти войска с французами? Снимая эти войска с французами. Вот по этому поводу, кстати, тоже существуют разные точки зрения. В советское время, вот в историографии советской, утверждалось так, что, ну, вот мы французам помогли, а сами проиграли. Но тоже это отчасти, в общем, справедливо, потому что, опять же, конечно, мы французам помогли. Помогли, почему? Потому что, хоть там и немного перебросили войск, то есть немцы не остановили своего наступления на Париж, они продолжали, но они сняли войска как раз вот с стратегически важных пунктов, которые для французов были очень болезненные. И перевели их на Восточный фронт. Вот это вот действительно была помощь, реальная помощь. Ну, а второй момент, что тоже был вот такой, как бы, вот разгром, допустим, второй армии Самсонова, да. Кстати, опять же, вот причина, почему разгром. Не потому, что там бездарных Самсонов или что-то еще. Опять же, отсутствие координации не только с армией Ренненкамфа, но и отсутствие координации со Ставкой, в частности. Ставка дает указания, которые не соответствуют реальности. То есть там вопрос о том, надо или не надо отвозить войска, надо или не надо прекращать движение. А с чем это связано, что у Ставки неадекватное ощущение боевых действий? Я думаю, что тут, наверное, просто отсутствие должного стратегического опыта. И отчасти, конечно, это недостатки разведки. Недостатки разведки, причем это и проявилось так, что вот тоже сейчас часто об этом пишут, я думаю, нужно это отметить. Дезинформация, которая распространялась. Местное население немецкое, оно, естественно, докладывало, сообщало о том, как происходит передвижение войск. То есть в этом смысле они партизанскую войну не вели, но немцы в Восточной Пруссии, но постоянно, конечно, они имели контакт со своим командованием. И то, что велись переговоры в открытую вообще, не зашифровывались переговоры между русскими полками. Депеши вот отсылали, как это вообще? Технически? Депеши, да? Да, да, да. И депеши, или телеграфная переписка, но он не зашифровывался. Нужно было требовать от связистов шифровки, а там многие исходили из того, что это сложно, что шифр там надо время на это тратить, а потом его и не расшифруют, не поймут. Ну, то есть вот такая вот наивность, наверное, по-другому ты ее назовешь. Может быть, оправданная часть тем, что все-таки была почти стопроцентная уверенность в том, что мы сейчас одержим победу, и вроде бы такие мелочи, как... Что, шифроваться? Да, шифроваться, да, вроде бы зачем они нужны. Но это вот дорого обошлось. И, конечно, ну... Василий Александрович, извините, чтобы точно все было понятно, а что из себя представляла армия Сансонова и сколько ресурс, какой там был? Он сопоставим с немецкой армией или нет? Потому что обычно у нас говорят, нехорошие всякие люди, что мы всегда выигрывали только за счет того, что не за счет умения, предположим, или каких-то талантливых решений, а за счет того, что нас много. Ну, есть такая точка зрения, но она, я не скажу, что она порочная, потому что, собственно, любая страна мира, вот на тот момент, если брать Первую мировую войну, там чистое и превосходство учитывалось в качестве решающего фактора. Это, собственно, действительно еще наполеоновская фраза, что ничто не заменит количество батальонов. А вот, и если уж там говорить о численности, ну, берем тот же самый немецкий план Шлиффена, огромный кулак, который создается на правом фланге, перевес над французами, ну, это тоже, вот, собственно, численное превосходство, тоже можно сказать, что вот Шлиффеновский план начал реализовываться, исходя именно из этого фактора, то есть численного превосходства. И мы тоже его имели, потому что две армии численно, они превосходили в среднем в полтора раза, вот те войска, которые были в Восточной Пруссии. Ну, для немцев не сказать, чтобы это был, может быть, вот такой неожиданный удар, хотя тоже, в общем, они предполагали, что все-таки мы пойдем наступать скорее на Берлин, и поэтому с Восточной Пруссии можно будет нанести вот этот удар, с плацдармом восточно-прусского нам в тыл, а мы тут на Берлин-то Берлином не соблазнились сразу. Вот, и вот этот численный перевес, да, он давал возможность маневра, но, что тоже надо учитывать, опять же, сам по себе численный перевес, вот если брать, допустим, сражение под Гумбинаном, или там вот Гумбинан-Гальдапское сражение, он играл решающую роль, безусловно, для нас, вот. А если, допустим, брать Таненберг, вот, когда вторая армия Самсонова, собственно, уже потерпел поражение здесь, то тут вот немцам удалось сконцентрировать кулак, более превосходящий по численности, причем достаточно неожиданный для нас, и нанести вот этот удар по армии Самсонова, в результате которой часть армии, я еще раз подчеркну вот этот момент, тоже важный, не вся армия, отнюдь не вся армия, а часть армии попадает в окружение, и Самсонов застрелился. Тоже это, кстати, фактор, вот, я считаю, важный. Почему? Потому что Самсонов считал необходимым постоянно находиться на движении, на, вот, на линии фронта, на линии огня. И отсюда следствие такое, что он должен быть впереди, он должен быть перед всеми. Тоже это вот ошибка, наверное, определенная. Ну, в результате вот он тоже теряет управление войсками. И, ну, то, что он застрелился, это отчасти, наверное, объясняет вот его такое поведение во время этого сражения. Еще, наверное, интересный момент, почему? Потому что у Пикуля, ну, Пикуля, он популярен. Ну, Василий Жанович, я думаю, что это лучше приверечь начало истории сразу после новостей, вы расскажете, потому что сейчас новости на маяке, а после этого продолжим разговор про Первую мировую войну. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Именем революции. У нас в гостях Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, и продолжаем разговор про Первую мировую войну. Спасибо. Ну, вот как раз остановились на популярной, достаточно тоже, точке зрения, оценке, вот, по отношению восточно-прусской операции, которую излагал, вот, писатель наш, известный, исторический, Валентин Пикуль. А там, вот, у него есть миниатюры исторические, ну, в общем-то, это и в романах у него тоже проходит мысль, что поражение восточно-прусской операции наше и самоубийство Самсонова, это следствие действия Рененкамфа. И там выделялся вот такой субъективный нюанс, что, вот, мол, еще со времен русско-японской войны у них там была ссора, в результате которой, там, Рененкамф, как вот, был оскорблен Самсоновым, и якобы, вот, в 14-м году он отомстил, ну, так вот, такая логика получается, отомстил за то, что, вот, он там его в русско-японскую войну обидел, и отомстил так, что, вот, не пришел ему на помощь, и в результате армия Самсонова потерпела поражение. Ну, это версия Пикуля. Ну, это, в общем, надо сказать, что это отчасти версия, которая пошла еще в публицистике, но уже не того времени, естественно, не Первой мировой войны, а уже период, вот, 20-х годов, высказывали, вот, ее, ну, наверное, это было мнение, может быть, отчасти разделявшееся, там, офицерством каким-нибудь, вот, среднего звена, но, конечно, это действительности не соответствует, совершенно, потому что это никаких, вот, серьезных, таких, вот, разногласий, которые могли бы, во-первых, привести к подобного рода действиям, между Самсоном и Рененкамфом не было, это, во-первых, а, во-вторых, ну, даже, если бы они и были, то просто невозможно себе представить, что вот эти субъективные какие-то переживания переносятся на боевые операции. Это просто преступление уже, по-другому не назовем. Ну, потом, это, знаете, с другой стороны, это, если относиться к этому, как к серьезной профессии, а военачальник, это очень серьезная профессия. Да, да, конечно. Это же не просто так, мы, как из Белин, вот это все вспоминаем, а это, прежде всего, этому учат, есть какие-то кодексы. И с точки зрения профессиональной, я думаю, что даже взаимоотношения настоящий профессиональный не может себе позволить, что бы ни происходило. Вот, например, чтобы просто ясно было, я выхожу на сцену, я профессиональный актер, да, и очень часто, и об этом книге пишут, что кто-то ненавидит на сцене, там, мужчина с женщиной в серьезном взаимоотношении, такие серьезные в плане того, что что-то было, и потом все это сломалось, и они ненавидят. И они настолько играют замечательно именно любовь, потому что та энергия, которая существует между ними в обратную сторону, и как профессионал заставляет их выходить и каждый раз демонстрировать собственное мастерство. Ну, чтобы снять этот вопрос, понимаете, действительно, это же не бирюльки какие-то, это же война. Конечно, конечно. У меня только единственный, знаете, еще нюанс. А вот он, с точки зрения профессиональной, Самсонов застрелился. А он понимал, что он обезглавливает армию или нет? Вы знаете, вот здесь, наверное, ближе, вот если вообще о литературе говорить, о отражении событий этой операции в литературе художественной, тут, я думаю, ближе все-таки к ощущению психологии того времени. Это «Красное колесо» Солженицын, август 14-го. Вот, собственно, этот роман, который как раз и показывает вот то состояние, в котором находились войска, попавшие неожиданно для них, вот в полное окружение. То есть это психологически был, ну, такой надлом, наверное. Опять же, исходя из того, что они предполагали о победное наступление, там, Кёнигсберг будет взят, там, дальше они пойдут на Берлин, вместо этого попадают в окружение, вообще само по себе окружение, просто положение люди, когда они попадают в такую ситуацию, это очень страшно психологически. Вот если вспомните Великую Отечественную войну, да, там ведь вот тоже те, кто из котлов выходили, они вспоминали потом, что первое впечатление, что это катастрофа. Потом надо преодолеть себя, надо вот найти в себе силы. И к чести, опять же, вот наших солдат и офицеров второй армии, армии Самсонова, например, вот тоже факт, который не всегда почему-то вот о нем говорят, но я думаю, это важно. Знамена полковые, они все были спасены. А, как известно, историческая традиция, воинская часть существует до тех пор, пока существует знамя. Так вот, ни одно знамя, вот в данном случае, мы можем говорить, что немцы не захватили. И это, в общем, тоже важный такой фактор. Да, попали в плен, да, было много там сдавшихся. И Самсонов, вот ощущая, наверное, вот эту катастрофу, понимая, может быть, свою вину, потому что, вот мы же сказали уже, его, вот, может быть, чрезмерная уверенность в победе, и самое главное, то, что он считал необходимым быть на линии фронта, на линии огня. Это, кстати, распространенная ошибка была среди многих офицеров. Ну, традиции это были еще в 19 веке, что вот офицер должен быть всегда впереди, с шашкой, и за собой увлекать. Ну, и со знамением Андрея Балковской, который, видите, под небо ваустрелится. Ну, конечно, традиции Бородинские еще тех времен. А это в новых условиях, условиях войны, к чему это приводило? Приводило к тому, что выбивали офицеров, в первую очередь. Вот попадали они под огонь, не всегда это оправдывалось. Вот, и вот ощущая, чувствуя вот эти, наверное, переживания, Самсонов вот принял такое роковое решение. Хотя, да, ну, конечно, это, наверное, ну, лучше, вот сейчас мы не можем судить, вот, на наших предках, но, очевидно, что лучше было бы, наверное, все-таки как-то скоординировать вот эти усилия по отводу войск. Но, опять же, еще раз подчеркну, вторая армия, она продолжала существовать. Подошли пополнения к ней буквально вот там, в течение месяца, и сибирские стрелки подошли, и там, из внутренних округов подошли пополнения. Она пополнила свои ряды. И вот эту вторую армию, мы видим уже в боях, буквально вот осени, 2014 года, боях тоже на восточно-прусском направлении, под Варшавой. И она ведет очень активные боевые действия. То есть, многие говорили даже, что это вот такой, своего рода, реванш второй армии за поражение, которое она понесла в Восточной Пруссии. Вот, так что, да, вроде бы вот, ну, не взяли Тёнигсберга, хотя там, в общем-то, Мерлинг Камф как раз наступал на него. И перспектива, наверное, была подобная. Но то, что вот восточно-прусская операция, это наш вклад в срыв немецкого Блицкрига, в частности, в то, что, безусловно, вот не удалось им прорваться к Парижу, как они надеялись, как они рассчитывали, немцы, это факт. Это реальный факт, и ни в коем случае не надо его забывать. И как раз вот отмечали, когда столетие войны, вот в 14-м году, не случайно, у нас вот Калининградская область, у Восточной Пруссии бывшая, да, там были и памятные знаки открыты, и вот нужно об этом помнить, конечно. А что представляло из себя с точки зрения технической армии, и какие были различия между, например, французами, русской армией и немецкой армией? Потому что есть еще очень устоявшийся стереотип, конечно, что... Из интернета. Что из интернета? Стереотип из интернета. Ну, что российская армия вообще не была готова к бою. Да, да, она не была готова, значит, нарушена, нарушена набозная система, вот, абонирование, которое не соответствовало ни погоде, ни машброскам, снарядный голод, вот много всего было сказано, ну, и плюс то, что вы сказали, например, неэффективное руководство, неправильная стратегия, разорванные коммуникационные связи, вот это все вместе, это создает впечатление какой-то апокалипсиса. Да, нет, конечно, это, ну, отчасти, может быть, справедливо, примительно, там, я не знаю, к ситуации 15-го, там, года, 17-го, пожалуй, да, когда уже фронт действительно разваливался, в полном смысле слова. А в 14-м году, опять же, вот, степень готовности к боевым действиям, пусть даже к скоротечной войне, но она была достаточно высокой. Я, например, артиллерии вот скажу, наверное, это яркий такой вот показатель. Наша знаменитая трехдюймовка, пушка, которую называли «Коса смерти». Интересное такое вот название. Почему? Потому что она отвечалась очень высокой настильностью стрельбы, и буквально самый большой ее эффект, это стрельба по пехоте противника, атакующей пехоте. И там буквально вот в течение там, ну, нескольких выстрелов можно было по, там, таким вот примерам, офицеров, вот как говорили, чуть ли не батальон вообще полностью уничтожили, шапнельные снаряды. Вот. И очень высокая настильность, хорошая такая скорострельность, простота в обслуживании. Кстати, собственно, на базе трехдюймовки потом уже вот совершенствовалась система, и в Великую Отечественную войну вот действовали уже наши ЗИСы пушки. Вот. Ну, конечно, они отличались, но как бы вот основа была еще в Первой мировой разработана. Идея сама. Да, идея. И даже там вот интересный такой тоже факт, настолько эффективно она действовала по пехоте, шапнелью, что наши вот войска, которые шли в атаку, они отмечали, что нельзя вот без конца вот стрелять нашим пушкарям, то есть нужно остановиться, потому что, если продолжать стрельбу, то даже может дойти до того, что в собственную пехоту она начнет косить, вот эта коса смерти. Но, с другой стороны, вот тоже, наверное, есть и определенный недостаток. Какой? Преувеличение роли этой трехдюймовки. То есть многим нашим начальникам казалось, что вот эта полевая пушка, она способна на все. То есть это универсальное орудие, которое не только будет пехоту уничтожать, но если там специальные снаряды ей дать, то она будет и укрепление разрушать и прочее. И вот это была уже ошибка. Это была определенная самоуверенность. Причем, кстати, не только у нас. У французов аналогичная была система. Тоже вот полевая сказательная пушка. И тоже они называли ее там королеву полей. По-разному восхищались ее всячески. И тоже вот считали, что она универсальная и все может сделать. Показали вот уже бои первых месяцев. 14-й год, начало 15-го, что нужны гаубицы, нужны мортиры, нужна тяжелая артиллерия, крупный калибр нужен для того, чтобы разрушать вот эти вот укрепления противника. Например, когда Брусилов наступал, его армия, 8-я армия наступала на Перемышль, и это вот уже Галицизская операция, следующая, как бы, такая вот крупная победа наша русских войск. Вот. Он хотел взять Перемышль с лета, с налета. Ну, сам он в своих воспоминаниях об этом не очень так пишет. Ну, вообще, конечно, это тоже была ошибка стратегическая. И для обстрела Перемышля он как раз использовал трехдюймовки. Но это было совершенно бесполезно, потому что снаряды отлетали, и пустил в бой пехоту, были очень большие потери в результате. Вот эта первая атака на Перемышль, она была отбита австрийцами. А потом уже подвезли наши гаубицы, подвезли наши тяжелые артиллерии, начали бомбить эти форты Перемышля, и он пал. В конце концов, мы его там заблокировали, со всех сторон окружили. Несколько месяцев он сражался, но в конце концов вот взяли эту крепость, и тоже это был очень большой успех. А пулеметы, аналогично, то же самое. Вот скорострельное оружие, вообще идет уже тенденция, что без без него, наверное, уже невозможно представить себе полевые бои. Но опять же, знаменитый наш пулемет Максима, русско-японская война, когда он первый еще применялся, там буквально несколько штук их было, он уже показал свою эффективность. Ну пулемет не наш, но он использовался. Он как бы наш уже по названию. Он наш стал, когда мы модернизировали станок, потому что изначально это была вот такая мини-пушка, можно так назвать, с большими колесами, и можно было в общем считать, что это артиллерийское орудие какое-то со стороны. А вот мы модернизировали станок, сделали очень удобно его, и действительно, вот он опять же, как и нашу трехдюймовку, он выкашивал буквально. Сейчас интригу подвесим. Да, да. Именем революции. Продолжаем. У нас интрига подвесла. Да. Так вот, с пулеметами. Похожая ситуация была тоже, потому что, опять же, переоценка, может быть, в какой-то степени их возможностей к чему приводила. В частности, к тому, что неопытные пулеметчики, потому что, собственно, обращение пулеметом действительно требует подготовки специальной. Это не каждая, там, пулеметные команды специальные создавались. Вот. Ну, либо вот там распространенная такая ошибка, это перекос ленты. Вот второй номер. Если он там плохо, он должен ленту подавать. Перекосит ленту и все. И уже заклинит, он не может вести стальбу. Перегревался ствол. Тоже при очень интенсивном обстреле. Потом, кстати, в год Великой Отечественной войны уже вот этот был этот недостаток устранен, потому что сделали такое специальное отверстие на стволе пулемета, такой кожух, куда заливали охлаждающую жидкость. А так, в общем, воду и снег, даже там снегом охлаждали этот ствол. Вот. Но, в принципе, это, конечно, тоже был такой, может быть, изъян определенный. Но все познается уже вот путем боевых действий. Ну, конечно, модернизация и тактическая модернизация, и техническая, она происходит только в практике. Потому что, естественно, война же вообще поменяла многие стереотипы, например. Ну, вот самолеты, я уж прошу прощения, тоже закончить с оружием. Поначалу, когда война начиналась, многие даже считали, что зачем нужна авиация, в принципе. А было такое мнение, что, ну, вот полевая война, вот она будет решаться так же, как и в 19 веке. Вот, там, я не знаю, конница, пехота, в красивых мундирах. Вот, к слову, о мундирах просто тоже, например, многих поражало, что французы выходят на боевые действия. Вот, что-то наша русская армия. Русская армия как раз она так и была. В красных штанах. А они в красных штанах, в синих куртках своих. Ну, потому что, я не знаю, там, национальная гордость, красные штаны со времен, там, Крымской войны. Вот. Наполеона Третьего. Но, это же ненормальное явление, естественно. Так тоже не успели тоже. Да, да, да. Не успели адаптироваться. Да, да. Потому что с войной, вот, Наполеоновской войной, ну, и Крымская война тоже, покончено было, знаете, с так называемым джентльменством. Потому что война стала высокотехнологичной. Да. Вот. И человеческий фактор, и офицерский, и полевой просто, он как таковой, но вот в том понимании, исчез. Вот эти белые штаны у нашей армии, у французской тоже были. Все это, так сказать, закончилось. Ну, конечно. В принципе. Кто-то морально был не готов. Да, понимаешь? Да. Театр еще тот остался. Старый театр, когда все красивое. Ну, да. Нет, тут однозначно совершенно война требовала такой тактики, таких действий, которые многим казались совершенно необычной. Еще вот опять же момент. Например, и у немцев, и у французов они вот первые вот операции очень любили наступать сомкнутыми рядами. Вот эта вот мощная такая колонна идет наступающая. Производит этот эффект вперед там с пением песен там патриотических и прочих. Свиньей. При пулеметном огне это безумие. Это безумие. И когда вот немцы, это вот, я не знаю, ну, может быть, многие считают, что они там так хорошо воевали, но в Варшавской и Волонгородской операции, вот наша, это уже осень 2014 года, наши вот солдаты-офицеры в воспоминаниях пишут, что их потрясала вот эта вот атака безумная, как они считали, немецкий солдат, гренадер, и они шли просто на пулеметный огонь, их там выкашивали всех. Огромные были потери. У них это вот под Варшавой когда были бои. А вот применительно к самолетам, ну, тоже вот интересно. Опять же, вот как, допустим, самолеты должны быть вооружены? Истребители, вот истребительная авиация. Такого понятия даже не было еще в начале войны. Да никак они не должны быть вооружены. У летчика должен быть револьвер и корзинка с бомбами, с гранатами. И вот он, значит, поднимается над противником. Если он увидит какого-нибудь там врага, вражеский самолет, будет из него и из револьвера стрелять. Но при этом улыб. Да. Ну, и это второй номер. Они же были в деревянный каркас, и не просто фанерный, а обтянутый материей. Ну, вот именно. Нет, конечно, может быть, это оправданно с точки зрения каких-то там частных операций. Но когда уже пошли воздушные бои, а это тоже проявилось очень быстро, то вот такого рода отношение к авиации было уже совершенно неприемлемо. Более того, опять же, допустим, начинается война, отсутствие зениток, зенитной артиллерии нет. Потом уже в ходе войны ту же самую трехдюймовку начинают ставить на специальный станок, и вот она может вести огонь по воздушным целям. Были такие тоже планы. А поскольку не каждого противника удается, так сказать, убить из револьвера, то вот наш знаменитый таран Нестеровский вот тоже был использован для того, чтобы этого альбатроса, австрийского летчика сбить, потому что он там разведкой занимался, да. То есть вот эти тактические находки, приемы, действительно, они были во время войны. Конечно, они стоили крови, конечно, они стоили жертв, но это факт, нельзя его забывать. То есть приходилось принимать решения прямо во время военных действий? Да, да, да. Вот, ну, это, опять же, я говорю, это характерно, наверное, для всех армий, то есть не только для нашей, но и для европейских армий тоже. То есть они к концу войны, вот по 17-й год, если сравнить 18-й и 14-й, это небо и земля с точки зрения стратегии, тактики, с точки зрения вот каких-то приемов ведения войны, это совершенно разное. То есть начинали вот так вот, у нас время практически сейчас мы уже с вами выбрали, начинали вести одну войну с одними идеалами и стратегией, и тактикой, а в конце войны это были совершенно другие. Абсолютно. И страны, кстати говоря, они тоже... Да и все изменилось. Все изменилось, да. Вообще в принципе И политический строй изменился. Все изменилось, да. То есть мир вступил в войну один, и даже с точки зрения эстетики нет. А вышел из него в принципе другой. Совершенно верно. Удивительно. Спасибо большое. У нас в гостях был Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Запись этой программы, а также всех остальных можно найти на сайте radiomaik.ru в разделе подкасты. Заходите, скачивайте, переслушивайте, особенно если что-то пропустили по каким-то причинам.